На выставке представлены работы, созданные за последние годы. На картинах изображены различные локации – и Приморье, и Дальний Восток, и Крым, и родные Калужские просторы. Антон Гольдин любит, чтобы пейзаж содержал в себе какой-то сюжет. Практически все работы – пленерные, отмечает художник. Кроме того, представлены и жанровые картины на выставке. О себе иногда говорить трудно, потому что или получишь сам нарцисс, такой себя любишь больше головы, или наоборот впадать в такой совсем лаконизм. Здесь работы в реалистической школе, соответственно, я не придерживаюсь каких-то авангардистских течений. Да, это классическая реалистическая русская школа. Стараюсь, насколько это возможно, быть верным традициями русского изобразительного искусства. С 1998 года Антон Гольдин принимает участие как в городских, так и в региональных выставках. Он знаком и Первому Наукограду, ведь неоднократно приезжал на традиционный пленер-фест на Морозовской даче. В этом году творец провел двухдневный мастер-класс для участников мероприятия по эскизу жанровой картины. Антон Гольдин также рассказал журналистам, какие картины, представленные на выставке, особенно близки его душе. Природа. Большую часть люблю лето, так что, если посмотрите, в большинстве случаев здесь почти нет зимы. И сюжетные, и жанровые, потому что здесь, где присутствуют люди, оно и самое сложное, и самое интересное. Потому что любой пейзаж без людей – это уже не пейзаж, это уже получается что-то немножко такое выморочное. Ни птицы, ничего, это значит уже такого в природе не существует. И любая природа всегда живляется человеком, всегда он в ней присутствует не только незримо, но и в качестве действующего лица. Есть и натюрморты, есть и цветы. Кроме того, можно увидеть и представленные в картинах и этюдах бытовые зарисовки. Многие работы творца живые, поскольку это моменты из жизни, перенесенные на холст. Чаще всего это из жизни, как за вами, вот картина действительно маленькая, этюд, который в Крыму, и мы видим микроавтобусы, сидящие люди, там действительно снималось кино. Я его сделал в задворке, почему она снимается кино, там снимался сериал. И там вот обратная изнаночная сторона, там ждут, на фасаде, соответственно, уже там снимается фильм, а это как бы вот с той стороны уже вот этот бытовой зарисовок, одно и то же место, вот с темной стороны. Это дом, соответственно, пионеров в Ялте, какой он выглядит, когда снималось кино. А это часть, в котором, собственно говоря, кино снималось, уже освещенное солнцем, со львами и грифонами, старым парком с тисами. Представлена в экспозиции и работа исторической тематики. Сюжетная картина, получившая название «Пушкин и Киреевский среди народа». Даже вот под ту картину, где, в общем-то, нет и точно не современник происходящих событий, сидит Пушкин и Киреевский, но крестьяне, да, и, соответственно, дети, которые там присутствуют, да, они писали с живых детей, с живых людей. Костюмы, естественно, брались в музеи. Ну, Пушкин, к несчастью, не базировал, да, пришлось смотреть, да, на все портреты, которые делались, соответственно, да, потому что иногда даже интересен кино. Вклад в это дело удивительно был похож на Пушкина, к сожалению, не сыгравших. И остались только Проблера, Анатольевич Быков. Мир творчества Антона Гольдина яркий, красочный и насыщенный, а еще удивительно живой, ведь на холстах – воспоминания из жизни, моменты, которые художник видел воочию. Чтобы получилась достойная картина, нужно чем-то восхититься, потому что без восхищения, без этой радости от того, что ты видишь, работу сложно сделать, подчеркивает художник. А познакомиться с творчеством Антона Гольдина можно в Музее истории Наукограда до 15 октября. Кристина Забожко, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.